Нам понадобится во-первых земли, сиена натуральная, охра, я пользуюсь охрой желтой, могут быть любые охры, охра золотистая, охра светлая, но какая-то охра нам нужна. Красные краски, у меня кадми красный светлый, еще есть такая необычная краска, вот так она выглядит, в российском исполнении ее нет, такая мадженто, холодная красная. Желтые красочки, я использую кадмий желтый светлый, кадмий желтый темный. Еще в последнее время я очень люблю индейскую волю, в смеси с белилами она дает очень яркий цвет, я ее выдавлю на всякий случай, может быть придется добавить волосы. Если не в лицо, так и в волосы. И еще из новых красок я недавно купила малахитрую светлую. И мне очень понравилось, как она действует в смесях и добавляла ее в лицо успешно. Моя любимая краска Капут Мортум темный, вот тоже очень люблю ее, в смеси цвета кожи придается, синие, из синих люблю ультрамарин. Я говорю, что я люблю, это значит, что вы можете любить что-то другое, то есть не значит, что вот именно такой набор должен быть у вас. Осень обязательно. Вот королевская голубая, тоже замечательная красочка. И конечно не обойтись без натуральной умбры. Такая плотная, плотная, коричневая, почти черная. Ухра красная. Ухра красная. Ухра красная, это теплая коричневая краска. Если умбра натуральная ленинградская холодная, то умбра жженая, теплая. Вот они две рядышком лежат. Можете посмотреть, какая большая ложница. Да, еще осталась фиолетовая, кобальт фиолетовый, темный. С чего начинать? И начинаю с больших отношений, то есть можно начать с фреона. А, забыла сказать еще неаполитанская. У меня есть розовая. Сейчас я смешиваю как раз неаполитанскую розовую. Умбру натуральную. Умбру жженую. Мне кажется цвет похож. Свет у нас холодный. Значит по закону светоедения тени будут теплые. Такая растяжка тона и холодного света идет справа налево. Добавляю окру. Получается скорее такой цвет одежды потом буду использовать. Добавляю. Может он темный. Получается более холодный цвет, чем у нас был. Холодок направо. Чуть теплее добавляю окру. Чуть холоднее добавляю окру. Как наносить краску? Можно наносить флиссировочно. Это как акварелька. Вот так. Прозрачно. Можно сразу наносить укрысто. Можно в протирку. Я люблю в протирку. Когда немножечко просвечивается тон холста на цвет. Цвет это мой брод белый. У меня такие беленькие вкрапления. Также мы можем использовать цветные грунты. Нужно помоя. В течение белого цвета. Все были зайдем. Что-то. В течение белого цвета. Я вырезаю слим. Не знаю. Сейчас. В течение белого цвета. Слышит. Мамет. О, вот одежда. Белила и охра. Хочу сказать, что никаких схем не существует. Доверяйте своему глазу. Если один художник пишет и смешивает белила и охру, а другой художник пишет и смешивает белила и омбру натуральную, то совершенно тут нет правых. Оба делают верно. Просто кто-то может видеть чуть холоднее, кто-то чуть теплее. Со временем у нас появляются схемы в изображении. Какие-то наработанные приемы. И пользоваться ими не то, чтобы полезно и хорошо. Периодически надо менять свою палитру. Потому что картина у нас была похожа на другую. Одна на другую, если этого не делать. Покупать какие-то новые краски, добавлять, экспериментировать. Может быть что-то убирать. Я совсем не рекомендую пользоваться краплаком, начинающим художником. Потому что краплак очень яркая и едкая краска. Она пролезает через слои и очень часто мешает. Ее надо брать понемножку. Сложно контролировать интенсивность этой краски, когда ты только начинаешь осваивать живопись. Поэтому лучше не берите ее вначале. Сейчас я пользуюсь сиеной. Как раз добавила малахитовую зеленую, с охрой. Которая мне очень нравится. Малахитовая зеленая. Холодный свет, теплая тень. В приоритете должно быть ваше зрение. Некоторые ученики, зная теорию, пытаются ей следовать по букве закона, и отказываются от того, что они видят не так, как это должно. Например, у нас холодный свет, а я вижу что-то тепленькое. Значит, я вижу неправильно. Нет. Просто подумайте, от чего вы видите там не так, как по правилам. Может быть, это рефлекс. А может быть, эта краска в сравнении с другой будет холодной. Хотя сама по себе она тепленькая. В искусстве все довольно относительно. Например, в желтых красках лимонная будет холодной по сравнению с кадром, желтым темным. И в холодных красках существуют более теплые. Например, у меня сейчас даже на палитре не с чем сравнить. А вот, например, небесная голубая и королевская голубая, две голубые краски. Небесная голубая холодная, королевская голубая теплая по сравнению с ней. Вот, я заложила основные отношения. Ну, не до конца я это все закрасила. Оставила кусочки. Это доделаю потом. Нам не нужно, как малярам, выкрашивать все от точечки до точечки. Я не говорю, что нам нужно оставлять какие-то куски, но потом тоже нет. Вот здесь нет такого правила. Если как начал от угла, то крать как забор. Мы, может быть, даже больше сравниваем по кусочкам. Допустим, кусочек с фоном мы сравниваем с одеждой. Одежду мы сравниваем с волосами, а потом возвращаемся к фону. Тут должна быть такая перекличка, где есть, например, охра. В каком количестве она есть? Вот тут у меня охра есть, вот тут у меня есть. Есть вот здесь. Я смотрю, где ее больше, где ее меньше. Вот, и сейчас хочу написать волосы. Эта кисточка у меня уже с белилами. Мне хочется начать без белил. Вот, например, есть такая широкая кисточка. Есть такая. Можно и большую попробовать. Мне нравятся плоские кисточки. У них удобная тонкая ручка. Очень часто у толстых кисточек бывает толстая ручка. Просто неудобно держать. А вот такие с тоненькой ручкой, несмотря на широкое само полотно, удобные в работе. Итак, волосы. Золотистые, красивые волосы. Вот я возьму здесь индийскую желтую. И сиену натуральную. И вот так лизировочка. Значит, в противку. Я люблю писать волосы без белил. Ну, где это возможно. Потому что просвечиваясь, краска дает ощущение такой свежести, похожести на волосы. Как акварелька. Где-то потом мы перекроем этот рыжий прозрачный цвет, а где-то он останется. И плотный в тенях как раз подойдет омбра натуральная с сиеной. Видите, как я широким плетем смело закладываю полосы. Вы во время работы должны себя как-то взбатривать, чтобы вам все время было как-то не так. Как будто модель встанет и уйдет. Как-то быть в немножечко возбужденном состоянии, когда это и тюрт, когда это работа именно с натуры. Не относится ни к копировальной практике, ни с работы по фотографии. Что касается живого восприятия. Чтобы не дать себе охладить. И глазу не дать замылиться. Как вы чуть-чуть себя бодрите. Вот на этюдах люди ходят на этюды. За лето глаз так очищается, палитра освежается. А чем это отличается от работы дома? Мы на этюдах все время находимся в воспринятном состоянии. Сейчас облака уйдут. Мне надо то, все, мне надо сделать срочно. И где-то мы становимся смелее на этюдах. Поэтому старайтесь поддерживать в себе смелость. Что бы мы ни делали, где бы мы ни находились. Но всегда же можно все исправить. Берите большие кисточки. Экспериментируйте. Такие красивые волосы у Лизы. Прям. Золотые. А вот здесь, на макушечке, холодный, более холодный цвет. Можно даже наш любимый голубь конец вспомнить. Или зелененькое, малахитовое, сохвый. Умра. Я думаю, да, получился такой более холодный цвет. Все, можно фиолетовое чуть-чуть добавить. Вот это уже получается непрозрачная краска. Тоже я не стремлюсь здесь к аккуратности. Пусть оно пока будет вот так пятнышками. А аккуратность это не главное качество в живописи. Тоже начинающие художники любят быть аккуратными. Кажется, что дело в том, чтобы все нарисовать. Все детальки. Дело в том, чтобы сделать правильный отбор. Что показать, что не показать. Насколько показать. Что главное, что второстепенное в работе. Ну и конечно, не было бы света, не было бы вообще ничего. Ни живописи, никаких визуальных искусств. Поэтому с появлением света появляется и изображение. И также с появлением света появляется тень. Это два наших главных героя, на которых мы смотрим свет и тень. И совсем не важно, что является моделью. Натюрморт, пейзаж, портрет. Искусство – это всегда борьба света и тени. Какая-то драма, столкновение, гармония. Вся драматургия и искусство рождается из света и тени. Вот, например, оттенок. Чуть-чуть я добавила фиолетового волосы. Отсюда. Зашел сюда. Я смотрю, где бы он еще мог быть. Где бы он еще мог быть. Ну, может быть, он вот здесь. То есть я бегаю глазами по всей поверхности холста. И ищу отклики. Основная масса волос закрашена. Теперь я уже могу смело вляпать эту кисточку в перила. И вот сделать этот нежный, мягкий переход волос в тень на одежде. Как раз, мягенько получилось. Дальше. Тоже мягенько. И с этой стороны. То есть художник любуется не какой-то вещью, даже не объектом. Художник любуется отношениями, касаниями, тональными растяжками. Вот какое мягкое касание волос, например, с кофтой. Так, здесь. А здесь переход в складочку. Немного другой цвет. Немного холодные волосики. Рыженькие. Я тут чуть-чуть холодные. Так, и вот здесь. Сильный рефлекс зелененький. Рядышком стоит зеленый диван. Вот, казалось бы, тоже холодная тень. Холодный свет и холодная тень. Мне сказали. Да почему так? Вот такой. У нас здесь натурик такой. И мой глаз видит этот зеленый рефлекс и совершенно не обязан делать так, как положено. Мы делаем так, как мы видим. Вот. Так. Личико. Начинаю с самых плотных. Тоже вот. По контуру тени с волосами я сейчас буду распространять тень. Пятно тени. Опять же, тут холодненький рефлекс. Я взяла кисточку поменьше. Вот. Номер 14. Так. Светеловато. Добавляли еще волк. Добавляли еще синий. Добавляли еще красненько. Камень красный светлый. Возьму английскую красную. Малахитовая зеленая сумба. Малахитовая зеленая сумба. Это у меня рефлекс от диванчика. Умра натуральная ленинградская. Фиолетовая. Малахитовая. И вот здесь мягенькое касание с волосами. В тени у нас не бывает больших контрастов и жестких касаний. Поэтому в тени. Все мягенькое. Пописала тень. Переключилась на волосы. Пописала тень. Не оставайтесь. Долго на одном месте. Движение. Глаз так отдыхает. Если он бегает, не остается на одном месте. Пописала тень. Пописала тень. Касание головы с фоном волос мягкое. Жесткое, мягкое, жесткое, но немного помягче, если сравнивать контраст лица и нос. Сейчас плечо темное на светлом. Плечо в тени темное на светлом плечо, а в этой зоне светлое на темном. Можно дальше вернуться к лицу. Академий красный светлый, плохая желтая и моногитовая зеленая. Щелочек. Так, теперь темный свет. Тени мы заложили. Темный свет. Малахитовая зеленая, охра светлая. Так, вижу, что надо теплее. Добавим камни желто-темный. Так, фиена. Так, фиена. И это будет колозница. С одной стороны, с другой может чуть-чуть. Не, добавлю еще сиены. Так, фиен. Так, фиен. Так, фиен. Так, фиен. Электричный светлый. крылышко носа более теплая добавляю камень красный светлый более теплая она больше окрашена сейчас я стараюсь раскрыть все темные пятнышки еще раскадный красный и вот этот чудесный цвет и добавим с другой стороны такой же но он гораздо светлее будет здесь похожий здесь меняется тон перелом плоскости лоб поворачивается к носу белила королевская голубая это у нас возле глазок парная форма с этой стороны желтенький с этой стороны он отживается будет акцентируем уголки губ сейчас я брала белила пикарный желтый темный с охрой так красочка для носа фиолетовый красный светлый и белила может быть охра там попалась на крылышке носа рефлексик рефлексик от кофты светленький на переходе лба в носик в блик вот тут блик на кончике носика красный светлый моё красный светлый но я не могу есть в кофсе Чуть-чуть от меня оттуда к окошку. С одной стороны я нарисовала головку и с такой стороны в парной форме. Белок глаз, он не белый, но и не цвета кожи. Он достаточно плотный по тону. Если мы сравниваем с белым листом, то разница очень большая. Одно веко нарисовала, перехожу к другому. Верхнее веко. Овра красная, фиолетовая. Давай-ка вот Морту. Это для тени. Параллельные формы, параллельные. Параллельные. Глазки. Достаточно светлый верхний, на нем еще блик. Я использовала камни красно-фиолетового пенила. Здесь важно подчеркнуть форму глазного яблока. Начинающие художники рисуют в глазки лодочки. Стараемся проследить форму шара вот здесь. Мысленно представляем, как форма закругляется. Второй глаз верхний век тоже заново веком вот здесь. Тень от ресничек. Реснички. Написание фото. Рисую реснички. На одном глазу и на втором. Еще раз акцентирую переход света и тени на глазном яблоке. На верхнем веке. И уголки глаз. Здесь уже стоит слизнячок. Теперь внешний край глаза. Королевская голубая 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 нить для зоны света. В одном глазике и во втором. Ага. Здесь тоже акцентирую уголки глаз. Внутренний уголок и внешний уголок. Шея потом светлее, чем лицо. И по цвету другая. Если личико розовое, то шеи розового гораздо меньше. Вот и все, что у нас не доделано, что хочется еще закончить. И делите тому побольше внимания. Вот я смотрю, что нюсик можно доделать. Граница света и тени на носу, блик со стороны света, неаполитанская и охра, как будто мордом и красный светлый. Сейчас смешала для цвета носа. Блажёр! Что-то внутри. Блажёр, голубая. А leisten Осили Серё Продолжение следует...